Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Министерство промышленности и торговли анонсировало скорое появление дополнительных мер повышения спроса на новые авто В частности речь идет о программах первый автомобиль и семейный автомобиль Они подразумевают 10% скидку на уплату первоначального взноса при покупке машины в рамках программы льготного автокредитования Российский тягач, российский фермер и свое дело предоставят дополнительную скидку тем, кто приобретает транспорт в лизинг Трасса 101 Федеральная антимонопольная служба не согласилась с предложением Межрегиональной ассоциации автошкол установить минимальную стоимость обучения в автошколах В Москве это 46 тысяч рублей, в регионах на порядок ниже По мнению ФАС необходимости в этом нет, так как рынок автошкол высоко конкурентен, существующие цены вполне оправданы А вот если будут зафиксированы факты недобросовестной конкуренции между обучающими кандидатов в водители организациями То тогда антимонопольщики незамедлительно отреагируют Трасса 101 Россияне стали реже покупать машины в кредит Количество выданных займов по сравнению с весной 2016 снизилось почти на 10% Однако при этом выросла средняя сумма кредита 800 с небольшим тысяч рублей Год назад она находилась на уровне 650 тысяч Трасса 101 Московские власти пообещали через 2-3 года наладить в городе продажу недорогих электромобилей И создать полноценную сеть зарядных станций По словам одного из чиновников, у электрокаров будет компактный кузов типа Smart А запас хода составит не менее 200 километров Отмечу, что самой дешевой легковушкой на электрической тяге, реализуемой в России сейчас, является Renault Visi Ее минимальный ценник 799 тысяч рублей Русская православная церковь призвала священников не покупать роскошных автомобилей Чтобы не дискредитировать духовенство Такое обращение появилось после того, как в СМИ вышла информация о том, что один из орловских служителей церкви Обзавелся Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6 миллионов рублей Затем была заметка, мол, это подарок Ну хорошо, не покупать Так может им тогда еще и продать свои недешевые авто и вложить вырученные деньги в храмы Глядишь, так каждую церковь и восстановили бы На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok